Доброе утро, хотела сказать. О май гад, это значит я сегодня реально переработала. Всем привет. Кукла, спасибо большое. Калининград, привет. Я не очень люблю сохранять эфиры, если честно. Воронеж, привет. Саратов, привет. Ой, да, готовлюсь я к Пасхе. У меня, потому что в прошлом году была история. Если хотите, я могу и поделиться, например, завтра в сториз. Это был полный трындец. Я была беременна, и по итогу мне пришлось до часа ночи украсить эти яйца. И как я их красила, и во что этот трындец. Так, когда Миша начал переворачиваться, у нас, знаете, когда подходит его маленькая дата, например, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, вот в этот день Миша начинает что-то новенькое делать. И вот Миша начал переворачиваться в 4 месяца. София по комнатам ходит, она не смотрит за Мишей. Нет, она набирала воду, у нее новая игрушка. И она набирала воду, а Миша на полу, так что там особо следить за ним и не нужно каждую минуту. Муж-менеджер в компании по антидепрессантам. Куличи печешь сама? Я никогда этого не делала. Если у вас есть какой-нибудь вкусный, прикольный рецепт, дайте знать. Я бы хотела в этом году испечь кулички, потому что у меня здесь уже и София. Ну, как бы хотелось бы даже с ней это сделать. Так что, если у кого-то есть классный рецепт, скажите мне, подскажите, напишите в директ. Миша ползает, но очень лениво. Он ползает только в том случае, если ему что-то действительно его заинтересовало. Например, вон стоит лампа, и когда он увидел эту лампу, он ее захотел уронить на себя. Слава Богу, этого не произошло. Но он так быстро к ней пополз, что я и не ожидала. Вы очень мудрая. Как просить мужа после измены в себе не могу перебороть это и забыть? Ой, слушайте, не знаю, как это можно пережить. И можно ли? Мне кажется, здесь все зависит только от того, как человек попросит прощения. Потому что, если вы не можете это пережить, значит, вы не чувствуете, что человек до конца раскаялся. Скайлз, наверное, так. Да, квартира своя. Варвина печет кулички, у нее рецепт. Слушайте, я на нее не подписана, скиньте ее ссылочку тогда. У вас даже голос похож на Седокова и внешне похоже. Господи, когда эти сравнения уже закончатся? Ань, Аня, возьми меня в свои двойники. Будете больше денег зарабатывать. Вы поете в пензе, а я пою в Твери, например. Что готовишь? Буду готовить пасту, я уже это сказала. Сейчас я, извините, конечно, но чищу креветки и общаюсь с вами. Как вообще можно простить измены нах его? Знаете, жизнь такая штука, что людям свойственно допускать ошибки. Вот. И другим людям нужно прощать людей вообще. Вот. Если у вас это стоит так, что ни в какую никогда, то лучше, да, наверное, уходить. Если вы даете возможность человеку высказаться, оправдаться и попросить прощения, то нужно уже смотреть, как человек это будет делать. Я думаю, любой косяк можно замолить прощением. Когда покажешь Мишу? Хотела показать Мишу на полгода, но, к сожалению, у меня фотосессия сорвалась. Вот. И, к сожалению, вот не получается. Да? Дай креветку. На. А я не простила. Это предатель по жизни. Но вы счастливы? Вы не пожалели о том, что вы не простили своего мужа или парня? Ты супер, очень честная и справедливая. Я сейчас дома два. Я рада за тебя, что у тебя в жизни все получилось. Оставайся всегда такой. Слушайте, но все равно тяжело, потому что в первую очередь, наверное, это была проработка собственной личности, собственного «я». И, например, мне немножко не хватает той сальты, дерзкой, острый язычок. Я, в принципе, может быть, я просто живу сейчас в другой атмосфере, да, и мне не нужно там дерзить, отстаивать себя. Ну, как-то вот иногда бывает скучновато. Васи в семье патриархат. В семье у нас папа главный, вот, и последнее слово всегда за ним. Но если так, то, наверное, ведущая в семье – это все-таки я. Потому что основное время с детьми провожу я. Я мудрая, терпеливая, сдержанная. Могу правильный дать совет. И, короче, ну и в семье я все-таки. Женщина руководящая, мне кажется. А, так. Да, надон-два, ты слишком бешеная была. Тебе так лучше. Спасибо большое. Софийка больше не врет – врет. Но в меньших количествах, не так, как раньше. Сейчас, извините, я выброшу. Но, к сожалению, пока врать она не прекратила. То есть она как врала, так и врет. Но, мне кажется, это все дети делают. Какая разница у ваших деток? Это очень классная. Привет из Латвии. Латвия, привет. Миша шесть месяцев, София практически восемь лет. Жена шея, муж голова, да? Вот я считаю, да, именно так. Муж – это умный человек, а жена – это хитрая и правильно поворачивающая эту умную голову в нужном направлении. У меня дочь тоже в первом классе, тоже вранье присутствует. Это, наверное, возраст такой. Я думаю, да, это возраст такой. Это проявление, наверное, какого-то своего «я». Может быть, какие-то страхи. Не знаю даже, как это вот объяснить, рассказать. Но да, это присутствует. Сейчас, секунду. Начинаем уже. Так, поя дерзать номер два была некрасивая. Есть люди, которые красиво дерзят. А, по поводу того, что вы говорите, моя дерзость. Конечно, иногда я хабарила, а иногда я вела себя очень грамотно и очень правильно, и очень красиво. Вот мы сегодня… Алена же работала на Дом-2, она брала у нас интервью, и она говорит, «Гозиас, так, как умела ты ответить, как ты могла посмеяться над собой?» И это был такой тонкий юмор. Так не мог никто. Так, Саш, ты суперумничка. Спасибо большое. Так, ну, поехали. Креветочки, креветочки. Мне, кстати, никто не написал, креветки можно со шпинатом-то или нет. А то я не знаю, добавлять. На Доме-2 была супер, никого не слушаю. Спасибо. Покажи полку мужа. Это как понять, какую полку мужа показать? С трусами, с носками, с чем вам показать? Да, Юля со мной общается, конечно. Сейчас мы общаемся меньше, потому что Юлька на проекте, и нет такой возможности, как раньше. Но ничего страшного. Я очень жду, когда у нее уже будет полноценный выходной, и мы сможем все обсудить. Так. Так, креветулечки уже. Такой аромат, боже мой. Так, у меня закончился. Девочки, шпинат можно добавлять в пасту с креветками в сливочном соусе или нет? Скажи, почему он больше муж звонит, будучи уже с другой девушкой, зачем наяривает? Наверное, хочет как-то потешить свое самолюбие, что типа вы о нем еще не забыли. София, что он плачет? Ну, мой эфир подходит, подошел к концу, я пошла, вот что Миша там. А, все, все. Да, все, отлично, раз можно, нужно, со шпинатом кисло будет. Мама, уйдем, что все так вот. Может, он спать хочет, спроси у него. Ну, все, все, иду, иду. Ну, все, иду, иду.